Всем привет, всем здорово, господа товарищи, весна, наконец-то дождались, какой у нас сегодня, 3 апреля, вроде бы, вроде бы уже окончательно бесповоротно начинает весна приходить, поехал на работку, думаю просто давно так не писал видосы вообще, что-то там записывал какой-то видосик, наверное месяц назад. Думаю, пора начинать, причем, знаете, еще интересно, вот так вот, когда просто у тебя пачка видосов, видосы не пишу, и сейчас как-то подписчики сами прибавляются, прибавляются, помню раньше один человек прибавлялся, ты прям радуешься, о, круто, круто, новый зритель, а сейчас где-то за день, может быть, человек 5-10 прибавляется, и ты думаешь, вот я вроде видосы не выкладываю, люди прибавляются, ну, типа, знаете, смысл выкладывать, да, или с другой стороны, а что тогда нужно людям, что им нравится смотреть? Я, конечно, вроде, делаю то, что мне нравится, то, что мне интересно, или то, что мне может быть просто и быстро, слюни летят на свету, наверное, вообще кошмар, вот, ну, все равно такой некоторый диссонанс получается, что вроде, и даже бывает ощущение, что вот выкладываешь видосы, выкладываешь, и людей прибавляется меньше, чем тогда, когда их не выкладываешь, вот, фотик, короче, так и не сделал, надо заказать, потому что этот шлейф с другом заказывали, потом что-то китаец якобы отказался, сказал, что нет у него шлейфа, вернули мне деньги, друг не хочет, не знаю, что упирается, короче, не хочет заказать мне, а я не хочу регистрироваться на Алиэкспрессе, внедряться, разбираться в эти шлейфы, потому что, ну, это нужно же понимать вообще, матчать, что называется, если ты сечешь в шлейфах, друг вот у меня сечет в шлейфах, он их заказал, а я не секу, ну, короче, это сложнее, сложнее купить какую-нибудь, действительно, нормальную, хорошую деталь, какому-нибудь станку тому, кто вообще балетом занимается, там, или еще какими-нибудь другими вещами, пироги печет, чем человеку, который этими станками постоянно копошится, разбирает, собирает их, все должен делать специалист, ну, вот, но друг, нет, упирается, нет, сам закажи, вот, вообще, короче, меня это очень-очень печалит, вот, поэтому мало записываю, там, того же домашнего культуриста снять, хочется потренить дома, что-нибудь позаписывать, ну, думаешь, а что там будет на камере, непонятно, я с экраном-то обычно настраиваю долго, а чтобы было все и видно хорошо, и не слишком далеко, и не слишком близко, а когда экрана нет, я знаю только то, что здесь, в машине, как это будет выглядеть, как это будет слышно, ну, и, в принципе, это, поэтому здесь и снимаю. Ходил вчера в парикмахерскую, как-то с новой работы я стал больше, не знаю, следить, что ли, в какой-то степени за такими вещами, как подстричь вовремя ногти, сходить в парикмахерскую, ну, потому что понимаешь, что у тебя есть уже, как бы, сотрудники, ездишь на всякие семинары, там, встречи, ну, и, как-то, знаешь, не очень, как это сказать, может быть, я старею просто-напросто, раньше-то мне было вообще насрать, я там в каком угодно виде ходил куда угодно, ну, а сейчас хочется выглядеть не хуже остальных, хочется как-то выглядеть на уровне, что ли, вот, и совсем недавно, буквально, на выходных ездил на обучение в Уфу, там, кредитным всяким продуктом, и на обучениях были в основном директора дилерских центров других, да, из Ижевска тоже, там, из Уфы, и еще из каких-то соседних городов, вот, ну, и у меня что-то ногти реально не подстриг, вот такие они выросли, еще смотришь, вроде сойдет сегодня, на, нормально, до завтра, до завтра похожу, а завтра хлоп-хлоп, там, поехал в командировку целый день за рулем, там, или еще какие-то дела, тоже не успел, там, не посмотрел, а послезавтра смотришь, все-таки сидишь уже, когда, уже поздняк, да, когда уже тут вокруг люди тебя фотографируют, там, на видео снимают, там, почему столько было каких-то вот этих вот, ну, видимо, для внутренних нужд, вот, этого обучения, два оператора снимали, несколько фотографов, и ты понимаешь, что у тебя ногти, как у динозавра, ну, и как-то вообще, очень так, очень такое специфическое состояние, вот, поэтому постоянно хочется как-то следить, ну, и вот, сходил вчера в парикмахерскую, подстригся, видимо, волос накрошили мне на воротник, вот, я в этой же куртке, и сегодня еще что-то шея колется, не знаю, не очень приятно, еду на работу, и желатом рекламируют, еду на ласточке, вот, честно, хотел сказать, ласточка, вообще удобная машина, ходил я на тест-драйв, этого, как он называется-то, датсуна, или датсуна, 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 правильно, на, у, ударение, ну, вроде нормально, но кресло мне не понравилось, кресло, я ездил на МИДО, там еще и регулируемая поддержка поясничная, ну, вот, неудобно, я совсем мало проехался, у меня устала спина, мне было уже некомфортно сидеть, какое-то оно узкое, что ли, как-то выпирает посередине, может быть, я неправильно настроил, я крутил, вертел, там его по-разному, но вот сюда я сажусь, может, здесь я продавил уже под себя, я сажусь прямо как, не знаю, как любимый диван, что ли, не знаю даже, с чем сравнить, мне очень комфортно здесь, очень комфортно, и я отдыхаю, когда еду, я, с одной стороны, как бы немножко лежу, комфортно мне хорошо, тело не устает, не в напряге, с другой стороны, я все вижу и до всего дотягиваюсь, ну, короче, прямо удобно, мне нравится, как она едет, ну, опять я про машины, конечно же, да, просто такой вопрос, с одной стороны, подумываю прямо, думаю, вот, ну, что, пошел, взял и купил уже точку новую, и вроде бы, и возможность кое-какая есть, и хочется это сделать, а с другой стороны, а буду ли я кайфовать так же, как ласточки, я кайфую, когда еду куда-нибудь, а я реально кайфую в ней, вот я ездил в Уфу, можно было съездить на Альфарде, Тойота Альфард, там куча всяких настроек, седушечки, ну, реально крутейший такой мини-венчик, да, для японских муфиозий, вот нас с работы возили, я подумал, либо я на Альфарде поеду, со всеми вместе, либо поеду сам, возьму еще пассажиров, буду как бы сам по себе на тачке, вот, ну и выбрал поехать на ласточки, и не пожалел, потому что, ну, ну, реально, я был не привязан ко всем, я был сам по себе, я спокойно там съездил в планету, погулял, купил себе башмаки крутейшие, да, на пассажирах немножко заработал, ну, они мне и дорогу оплатили, и еще какие-то, возможно, небольшие расходы, и кроме того, мне было комфортно, мне всю дорогу было комфортно, классно, мне нравилось, как она едет, единственное, по тормозам, если честно, как-то вроде так же нормально тормозит, но у меня сейчас регулярно появляется ощущение, что я могу въехать, не знаю, не знаю почему, может быть, после пыжика мне кажется так, что не такие эффективные тормоза, может быть, после всех этих тест-драйвов на Датсунах кажется, но есть какое-то ощущение, что я еду, начинаю тормозить, и вот тормозное усилие с замедлением как-то не сильно сопоставлено, ну, вот их сопоставление создает ощущение в голове, да, алгоритм какой-то, что я могу въехать, как-то не очень комфортно, если честно. Вот, на работе, честно, ну, чё, вот они, вот, очень меня напрягают люди, когда ты едешь за ними на светофор, зелёный светофор, и время ещё есть, вроде как и дорога есть, да, и вот они начинают тормозить, а ты только разогнался, вот сейчас проскочу. С работой, конечно, очень так, много вопросов. Может быть, я плохо делегирую, может, ещё что-то, но, честно, огромное количество задач, 20 задач, по-моему, я вчера сам себе поставил, решил, может быть, из них 4, может быть, 5 максимум, ещё есть куча, которые появились вчера ещё задачи, они постоянно валятся на меня, постоянно всем что-то от меня надо, бухгалтерия вчера, одна там бухгалтерша вообще сказала, я на вас докладную записку буду писать, готовьтесь, потому что вы забили на мой приказ, ну, там она реально где-то около месяца просила от меня там какой-то приказ, чтобы я сотрудниками подписал, а для меня они все на одно лицо, как китайцы, не хочу китайцев обидеть, ну, что поделать, может, зрение плохое у меня, я вот, что несу приказ, что-то говорит бухгалтер, и у меня, знаете, столько уже всякой информации, ненужной и нужной в голове, что я просто не воспринимаю, ну, приказ, я говорю, ну, хорошо, хорошо, думаю, приду сейчас, положу на стол, разгребу, разберусь сейчас с приоритетными, потому что есть и такие моменты, которые директор с меня просит, вот, вот уже, вот уже вчера, давай, а почему у нас это не введено, а почему, и вот такое ощущение складывается, а как вы, как вы работали-то до меня вообще, что у нас вот столько всего, короче, до сих пор не сделано, короче, я прямо, даже, знаете, появляются такие мысли, что, может быть, ну, не то, чтобы не мое, а, может быть, не настолько я кайфую с этой работой, да, как стоило бы, что, может быть, немножко в другую сферу, там, сферу переговоров, сферу каких-то, решений каких-то текущих вопросов перейти, потому что здесь много писанины, много отчетности, много вещей, которые решаешь ли ты, у меня несколько вопросов было подвешено, моих людей, да, я там нанимал сотрудников, потому что у меня некому было работать, а я не мог их замотивировать, потому что вышестоящее руководство должно было принять решение, они приняли в итоге решение, я вчера об этом узнал, но я вот все был каждый день, как, не знаю, как вилка, либо сейчас эти все поувольняются, которых я принял, вроде как-то новые условия, и я снова буду искать непонятно сколько людей, адекватных и нормальных, а этих зачем я тогда учил, либо меня все-таки согласуют, и вот, и вот так вот тянулось, короче, и то один к отпуску, в командировку уехал, руководитель, то там еще какие-то вещи, прямо вот своеобразно, очень своеобразно, и идет уже, по сути, второй месяц моей вот такой работы, и до сих пор не разгреб, до сих пор у меня ощущение, что мне надо прийти там, не знаю, неделю прожить просто на работе, и до восьми вечера я работаю, и так, жалуюсь своеобразно, ну, хочу просто делиться с вами впечатлениями, ощущениями, до восьми вечера работаешь, приходишь домой, сына не видишь, ну, вроде пришел чисто поспать, да, тоже у меня дома, не скажу, что прямо гора понимания, вот, наоборот, в какой-то степени получается, еще обижаются, что я прихожу так поздно, да, не делаю каких-то домашних дел, делаю там, не вожусь с ребенком, ну, как бы, ну, действительно, это плохо, вроде первостепенно этот дом, первостепенно это должен, вроде, должен, не должен, воспитывать как-то сына, там, с ним, заниматься, что-то делать, а получается, ты на работе не можешь разгрести, потому что каждый день как-то пожар, но сейчас я еду, сейчас опять встреча, совещание будет, через полчаса, это совещание, опять же, займет там час, час, полтора, два часа займет, опять же, будут какие-то принятые решения, которые нужно внедрять, нужно что-то переделывать, нужно что-то там, отчетность какую-то дополнительную, а у меня еще со старым, вот такое вот, на голове, короче, очень, очень своеобразная школа, выход жестокий, из зоны комфорта, поэтому и видосов не пилю, и фотик вот не работает, да, хочется бывает, а хрен знает, что там фотик снимает, вот, и по времени, вот так вот с утра, хлоп-хлоп, рано на работу, еще темно, торопишься, потом, после работы, скорее-скорее, домой, опять уже темно, тоже в машине не поснимаешь, ну, а дома вообще желания снимать уже нет, я просто там, столько хотелось съесть, интересных продуктов вам снять, в качестве, в еде человека, столько вся качнаги, я перепробовал, и все, что-то как-то руки не доходит, когда ты уставший, сидишь, без футболки, да, на кухне отдыхаешь, спокойненько, причем там уже надо к сынам идти погулять, хотя мы ходим вечером погулять, там темно или темно, времени вот это вот садиться, там, настраивать камеру, все вот это вот делать совершенно нет, короче, не обессудьте чуваки, что с видосиками я как-то притормаживаю, я все думаю, вот разгребу, разгребу, и снова начну выкладывать, и что-то никак не разгребается, вот, ну ладно, приехал на работу, побегу, потому что уже, по сути, опаздываю, вот, давайте, всем пока, пишите комментарии, как у вас житуха там, как у вас, может быть, дела, работа, весна, поменял, не поменял тачку, еще какие-то моменты, да, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал, ну и до скорых встреч, магнитолку починю, магнитолка, блин, сгорела, починю магнитолку, буду хоть с радио триндеть по утрам, давайте, пока.